а назад ты завтра выставишь ролик мне он придет к своему как бы я выставлю но не завтра а ты их корректируешь там убавляешь добавляешь не тушу я хочу стереть не должен кому-то нудно слушать как мы выпиваем а хотят слушать как говорится именно попускают пропускают пропускают так что не страшно а некоторые слушают и говорят а чё ты так мало снял нам мы должны по теме разговаривать а не так просто что вот мы кролика едим ну кому это интересно что мы едим кролика но мы больше разговариваем по теме но кстати кстати о теме на чем вы закончили виктор я считал чёте мы так много всяких тем поднимали что я даже не могу сказать что его ты мне за федерацию эту начал что как пояса так это кто вы с кем создавали кто уходит в состав что вот аж кстати это джерри гороу он же тоже какой-то там эксперт или как и кто его назначал или как это все происходит если собаководстве тоже например вот это все определенного допустим что этим там лесхоз занимается у них есть отдел какой-то они там это самое назначают экспертов и у нас все проводят обучение экспертом эксперта уже надо обучать сначала принимать от них экзамены и так далее у нас тоже все это есть но хорошо что далек от этого но этот я знаю что тут алексеев или как его даже он вроде президента президент федерации лика ну сейчас он уже стал до президент не федерацию уже стал президент ассоциации а в ассоциации уходит федерации да но но не ну так и и правы лучше разрабатывать документы какие-то разрабатывают они или разработали или собираются разрабатывать уже есть не уже есть они давно есть и ну а теперь же допустим надо шок те вступать в это общество или федерацию чтобы официально вступить не получить какой-то там билет или как называть значит смотри ты можешь если ты хочу вступить да допустим в украине ну есть клуб если не есть не клуб то есть рядышком клуб понимаешь и ты можешь там подать заявление да ну у меня такого желания нет я уже от собак отхожу от этих клубов вот этих она все превращается знаешь в выкачку денег вот это в конечном итоге понимаешь я тебе хочу сказать я не знаю как у вас у собак да но у нас у голубеводов нету выкачки денег это уже хорошо да а у собак уже все превращается в бизнес и все чтобы тягать за вымя мне это например начинает надоедать мысник мысник слушать мысник слушать что то что мысник он и сам знает ну представь что такое вырастить собаку это намного дороже чем голубя вырастить у меня вот сейчас была сука допустим я тебе рассказываю что я у меня десятое поколение и вот наконец-то мне попала собака о которой я мечтал понимаешь в которой я шел 50 лет чтобы получить то что мне надо от этой собаки я шел 50 лет так здорово работала эта выжиловка по зайцу именно и но у нас как собаки по по зайцу поле и по лисе в основном испытываются и получают дипломы но по зайцу считается приоритет потому что зайца тяжелее гнать заяц под собакой мастерит то есть старается ее обмануть больше чем лиса заяц пахнет не так сильно как лиса надо чутье нюх надо иметь более сильный чтобы гнать зайца собака которая допустим великолепно гонит лису может заяц может вообще не гнать у нее не хватает нюхта чутья не хватает сильно пахнет лиса пахнет так что я я могу гонять да да но одни она вонючая страшно но от нее недолго держится запах быстро улетучивается она вот пробежала и через час допустим уже собака ее не погонит а зайца собака может и через два часа погнать хоть он меньше пахнет вернее от него не такой сильный запах но он дольше сохраняется на почве а от лисы пахнет сильней но зато он быстро испаряется вот ну и так далее и вот оценка по зайцу есть диплом первой степени второй степени третьей степени а по лисе давали было что только третьей степени ну считается потому что ее было легче гнать то ей максимум только а сейчас вот там опять спорят же так вот как из-за голубей вы спорили что и по лисе уже есть диплом первой и третьей степени ну профессионалы специалисты допустим таки ну я можете скажут что я хвастаю но я уже собак держу 50 с лишним лет мне 10 поколений у меня во дворе родилось я считаю себя праве назвать что я специалист по собакам или профессионал или как хочешь это назови вот я я столько я у меня даже вот жена мы и тут хвалили за приготовление пищи я должны попросить прощения за то что я детям меньше уделял внимание чем собакам понимаешь я тебе виктор перебью вот это на этом потому что ты много говоришь и это самое это очень хорошо что ты говоришь я как-то есть такой этот сайт сайт сайты я на этом не только сайт и вообще ну как бы тоже придерживаясь этого мнения ты понимаешь что вот мы мы это мы это вот это я ты и многие любители которые занимаются этим делом мы уделяем настолько много внимания я просто достаточно семье уделяем внимание да мы мы любим вот эту вот эту это фанатизм надо я бы назвал так это чисто хуйню это я так просто почему хуйню потому что ты выражение не надо так а ну ладно за ней и не знать почему хуйна потому что мы подменяем у меня один друг есть очень хороший любитель мне сказал так значит ты меня перебил значит мысль такая что мы ты понимаешь мы любим птицу ну и не мы не не были бы свои увлечения больше чем и вот это и вот это и вот это надо уметь себя немножко притормозить но мы не умеем я вижу по тебе и по мне понимаешь потому что мы настолько но больны да я сегодня я сегодня пожалел я сегодня был одном месте виктор можно я сегодня было на месте я встретил че ну как встретил я приехал а там голубят ну как думаешь умер ну думай думай раз он выходит мужичок ну лет восемь уже под восемьдесят у нас сюда а я камеру не взял ну потому что ну карета почему ну ну по делу я ехал да не взял камеру а камеру надо брать сюда знаешь почему потому что вот такие моменты надо снимать он восемьдесят лет вышел и начал мне такие вещи рассказать ты понимаешь ну а я мне потом же сказал говорит а мы же с тобой больные вот опять да 80 мы с тобой больные а шашу него за голубя ну как и радец это это уже писать о музыке у красных вот у вас есть тут дело в крестности хорошие интересные красные я именно красными фанат красные красные и у кого у ярших одежды недалеко вот мне интересно посмотреть когда ну там уже не на 7 на поезд уже с твоей на счет а что сейчас на ночью пойдем не переживай ты хочешь купили или так посмотреть хоть но если понравится мужик купить красные не просто красные охуенно красные и они это не совсем не а так не бывает чтобы охуенно красные и летали такие ты понимаешь тут что человек чуть-чуть же облетели совсем не гоняет ты понимаешь в чем дело вектор я говорю на камеру это уже не виктору а вам я был однажды у меня был товарищ друг любитель и это самое и он сейчас умер и умер ребята на на финале ну на зачете на зачете умер я к нему приехал вот это просто мы сейчас это самое по этой теме разговариваем я к нему приехал и говорю вот это сейчас тема просто затронулась такая он говорит а что тебе надо я говорю там надо чтобы вот как сейчас виктор сказал чтоб и то и то и то все было надо ну и то и то хоть немножко чтоб же летело ну да хоть немножко а я хотел чтоб ножкой и все и хоть и все ну ножка в красной горит ты не встретишь редко встретишь у ножка у меня есть у меня летят но они с простеньким летом такие есть ну два-три часа могут отмахать вот эти щербицкие поняли значит мы опять я хочу возвратиться сейчас мы уже разговариваем где-то час где-то час но опять возвращаемся к тому что опять мы хотим все вместе понимаете а вместе что вместе что ребята масть лед и и все такое голова да еще и голова вы понимаете но это такие вещи ну да редко совместима да возможно не возможно никогда то там и были когда-то там и были но сейчас сейчас когда вот уже когда мало гоняют люди все мало гоняют сейчас все мало гоняют вот ярыш 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 он много выставок заработал сюда я знаю что действительно красный у него как можно харьковские да я в декорации не понимаю декорация меня тоже не интересует ну а красных красных это харьков я их позаводил и подрывал ну и вообще не летят вообще а если ты хочешь добиться ну таких понял ну как ты сказал ну то это надо это все равно что я как бы ну как бы тебе сказать я тоже как бы вот люблю допустим золото да а хочу найти монетку это николай второго нету вот золото бывает разное да твой 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 пробы блять ну золото да на тебе золото да ну а все-таки понимаешь вот ты хочешь ты хочешь как бы а знаешь почему ты хочешь не нашел реже люди гоняют зачем-то есть люди я гоняю красных например ну и ежи кто-то гоняет их я не хочу чтобы они там идеально красные были идеально там они были все но чтобы он чуть-чуть летел ну вот мариуполе люди красных держит гоняют и летят у них мариупольские красные худо-бедно летают ну вообще красные редкость чтоб хорошо летели редко у меня и подмешал своим голубям и меня вот сейчас есть один голубь он его то ли внук то ли сын того меритопольского у него от меритопольского мало что осталось но он устойчиво крепко два часа может этот летать я тебе хочу сказать что вот чем наш процесс хорош понимаешь тем что мы можем лепить все что хочешь я думаю что если бы ты любитель и это самое если у тебя есть хороший особь ну конечно лучше всего там где-то что-то взять но если бы у меня была цель цель что-то сделать ты понимаешь то я бы его сделал ну я тебе еще одно скажу что чтобы поставить цель там это надо время многое иметь для этого у нас ну что мне 70 лет какой я буду ставить какие цели знаешь как один говорил американец в анекдоте у меня в моем возрасте уже я планирую до обеда пока не до обеда но я еще ну хотя бы на год-два вперед а дальше я боюсь загадывать понимаешь а чтобы вывести что-то даже ценная особь и допустим с нее вывести породу надо лет десять-пятнадцать не меньше ну не то что породу ты понимаешь ну линию хотя бы на линии много надо времени после этого спорвать с одной лупкой спорвать другой потом тех детей спорвать то это все мы на пальцах умеем а когда-то дело доходит она не получается ну я считаю что у меня получается потому что не ну ты да если не уже не я тебя вожили мне просто как бы останавливает на этом пути болезнь ты понимаешь болезнь но сейчас мне кажется что я как бы уже появились а лекарства более-менее да не 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 а ты кстати ты чем пропаиваешь я пропаиваю самыми простыми лекарствами но я понял что конечно надо ну а этот тимокс хороший да вот ты же мне этот сегодня петрович сказал он пропаив у него голуби здоровые я обратил внимание голубя то маленькие сейчас холодно если какая-то болячка есть при холоде голубя то маленькие будут пропадать в момент они летом пропадает а сейчас а у него вот уже осенью у него голубята маленькие дружок мой Витька обратил внимание говорит ты видишь у него здоровая птица ты спроси чем он пропаивает я спросил он говорит тимоксом вот этим а я где выбрали мне дробинин сказал ну я понял но немножко обманывает почему потому что почему это не только тимокс там вообще комплекс называется комплекс если голубята очень здоровый значит он комплекс делать понимаешь комплекс это ну как вот это триппером никогда не 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 богомел а вот когда если человек триппером болеет это значит надо сначала одну это комплекс это комплекс если у голубята здоровы значит он придерживается какой-то схеме на на схеме ну давай это сам как еще так не зря попал сюда не 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 сиди на мысли никого я всегда приятно говорится повеседовать о жизни а мне а мне почему как бы так ну не столько я просто хочу доводить до многих тех которые меня смотрят вообще вот историю не но я тоже мне твои очи я не без подхальмажа мне нравится твои ход мысли как говорится и ролик и все остальное но немножко там тебе надо под как-то матюкаться меньше потому что разные люди и знаешь по-разному воспринимает это так хочется и на камеру не надо если камеры не было другого дня на камеру нежелательно потому что много разные люди смотрят и по-разному относятся к этому делу вообще же мне твои рассуждения все очень не как говорится но вектор я как синхронный скажем я вырос у меня мать отец как бы так ну и вырос тобой семье мат это у меня было как здрасте как шо как здрасте нет уже родители нет уже а ты какого до рождения 3 63 63 до я 50 значит я хочу подвести итог наши тысячи ну а может и не только но сейчас мы хотя бы так сделала сделали небольшую паузу потому что многие поняли отчет какой вы любитель я думаю и поняли как он я любитель теперь значит нам нужно сделать как вот это слова сказал ее чтобы до приехать к вам нет проблем нет проблем ну и хорошо ну такая же через месяц это разница у нас времени нет вы скажите да шо так не на шо время на шо можно было подпугнуть что-то а шо сейчас мы линяются и и на погоду это туман то и ветра нет совсем наш западный был ветерок у меня на западные летяли скажите на камеру шо шо сказать что вы меня приглашаю я приглашаю дробинина владимира как тебя поучаствует вот сняли голубей у меня есть товарищ мой витя и моих значит наших у нас в станице у нас нас двое таких что держит честно сейчас они все приезжать не надо не надо не 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 паспорт только возьмешь с собой там блокпосты есть паспорт показал и поехал значит любитель со станицы луганской да со станицы луганска это ну практически ну это надо от луганска на другом берегу донца донец это речка донец да донец он проходит и по ней идет сейчас линия фронта и кстати это птица белокалитвинская тоже находится на северском донце я знаю да белый калитвей аруликвич да то что красивые на цветах красивые но там вообще белый калитвей аруликвич но мне не на цвет красивый мне красивый очень на мах мах вот эти имена что и на цвет вот этого человека или нет но я не знаю не голуби необычной мастер ролик называется белый калитвей снимают я видел необычного лета необычного лета я не знаю вот это в аучаре тоже есть сокола он тоже выставляет ролики вот он по моему у него тоже вон там где-то с белой калитвы эти есть голуби ну и сейчас вот это ролик кашу блин значит а ты где видел их где видел этих с белой калитвы но в основном то видеоролика ну конечно видеоролик не даст только да полная картина но ну а там есть мать ой масти какие бесподобные да найти можно на берег в интернете голуби необычного цвета называется белой калитвы нет цвет не цвет неважно но там цвет именно белая калитва мне понравилась именно летом до постановкой крыла корпуса понимаешь это не хоть они говорят что-то это голуби они говорят это голуби белокуракинский в общем в общем украинский украинский я может я сейчас попутаю пацаны вы меня простите ну он и я слышал в этом ролике этот парень что вот это у необычного цвета у него спрашивает откуда ты заводил я из бердянска привозил из мариуполя по моему привозил и так далее донецких там всяких но на все мешают мешают час проектор вечера эти честно что действительно птица самая ну как бы она пошла самая красивая прошла с украины это понятно конечно это понятно ну а что они там это но я их почему уважаю тех людей ну мы там уже все блять украинец чем отличается а может и не отличается от другой нации потому что как-то он не ценит то что имеет ты понимаешь что имеем не храним потерявши плачем да я тебе по собакам у меня такие были собаки что я их считал за дрова да а сейчас я уже вот с задней моей елки каких я как я их не ценил да вот это натура это натура это порог хочется еще лучше хорошая хочется еще лучше да да и ты понимаешь а потом в конце концов понимаешь что не то было таки все таки его надо было хранить а его не сохранил слушайте пацаны вот это самые главные слова да да слушайте самые главные слова народная мы мудрость но не храним потерявши плачем это народная мудрость это в ней десятки поколений как говорится проверили на свои мне бабушка была у меня очень умная от природы женщина была и она вот это мне говорила видите пословицы говорит это говорит слушай сюда старых людей говорит человек прожил 70 лет 80 лет дураки до старости во первых не наживают да а во вторых говорит что человек уже все на своем опыте проверил убедился и тебе дураку рассказывают что пользуйся моим опытом а ты думаешь я от него умнее я вот по-своему сделаю начинаешь делать по-своему оказывается что тебе говорили правильно все только ты набил много шишек и пришел к тому же что тебе дед твой рассказывал мне и так же пословица это накопленная годами люди это проверяли на себе а там и пришли к выводу и коротком короткой фразой не умела писать и вообще не умела писать умела она еще своей матери говорила что мусь это дураки уже давно вымерли вымерли дураки до старости не доживают а когда человек старый разговаривает ты открой рот и заглядывай ему в рот и лови каждое слово и он тебе никогда глупости он тебе не скажет вот это я хочу мы все молодые кто смотрят помните что старые люди вам глупости не скажут они вам говорят то что они проверили десятки раз на своем опыте и убедились что это именно правильно ну я считаю и можно попробовать своим путем пойти можно попробовать экспериментировать но вы опять же вернетесь к тому что было сначала я вам хочу рассказать анекдот по этому поводу за украинца или хохла я сейчас сам анекдот не помню но смысл смысл анекдота я вам расскажу в общем всегда были русские анекдоты такие значит русский американец и хохо знаете русский американец и хохо ну там допустим говорят что ну смысл я конечно не подарю но смысл я вам расскажу не лучше не потому что так настолько этот пока ну да я тоже немножко выпил нам по-моему надо прекращать уже съемки дальше не надо пока без камня да ну пусть смотрят хорошо мы тут плохо разговаривали ну все нормально значит вектор еще раз значит мы приезжаешь я приезжаю после того как то мы там зубы